Всех приветствую на канале CryptoBusiness. Сегодня я рассматриваю проект Open Packaging Network. Этот проект на основе блокчейна, целью которого является обеспечение прозрачности в фасовочной индустрии путем создания платформы, которая использует технологию для обеспечения ценности для заинтересованных сторон в отрасли. Это создает платформу для бесшовного прозрачного взаимодействия между покупателями и продавцами, эффективно объединяя все вертикали, вовлеченные в фасовочный бизнес на рынке, где спрос встречает предложения и наоборот. Проект направлен на то, чтобы стать публичной цифровой книгой для фасовочной промышленности, в которой стороны демонстрируют прозрачность и доверие благодаря целостности системы. Это гарантирует продавцам серьезных заинтересованных покупателей, лучшие условия оплаты, надежные прогнозы спроса и хорошие цены на их продукцию, в то время как покупателям гарантируется высокое качество материалов, поставляемых в хороших условиях и в срок. О проекте Как работает ОПН? На сайте у них написано «Мы верим в мощь технологии блокчейн для преобразования упаковочного пространства в лучшую сторону. С этой целью наши решения призваны использовать преимущества этой технологии, чтобы обеспечить ценность для заинтересованных сторон экосистемы. Открытая упаковочная сеть, как следует из названия, направлена на создание открытой экосистемы для различных заинтересованных сторон, для беспрепятственного взаимодействия друг с другом». Итак, в чем же проблема нынешней системы? У фасовочной промышленности есть очень серьезные проблемы, одна из которых заключается в том, что продавцы не уверены в спросе, поэтому соответствующие положения не могут быть сделаны для фасовки и цепочки поставок. Это может привести к несвоевременной поставке продукции и жалобам или разочарованиям со стороны покупателя. Бывают случаи, когда продавцы поставляют некачественный или поврежденный товар из-за некачественной фасовки. Это приводит к потере драгоценного времени для клиента, который должен был бы ждать, пока правильные продукты не будут доставлены. В другой раз поздно поставки продукта приводит к потере производительности. Отсутствие полной прозрачности заставляет участников цепочки поставок опасаться того, что другая сторона может действовать в своих интересах и, возможно, корыстных. Например, предприятия обычно уделяют приоритетное внимание своим наиболее платежеспособным клиентам. Малые предприятия, которые не имеют финансового влияния, могут не получить такого приоритетного внимания. В свою очередь это может привести к задержкам или даже потерям товара. Далее это вопрос оплаты. Основой каждой бизнес-соглашения является оплата, которая происходит до или после доставки товара от производителя к покупателю. Покупатели чаще всего сталкиваются с определенными проблемами. Это мошеннические схемы, отсутствие официальных документов, чеков. При оптовой закупке приходится переводить огромные суммы. Это составляет большую проблему для маленьких компаний. Следующая проблема – это прозрачности доверия. Одна из основных проблем, с которыми сталкивается компания-производитель, а также продавцы и другие посредники в сети – это то, что у них нет полного доверия к работе другой фирмы. Итак, продавцы должны полагаться на любые ограниченные данные, которые им доступны, чтобы принимать ряд верных стратегических решений. Отсутствие прозрачности в сотрудничестве – основная проблема. В большинстве ситуаций компаний просто пытаются защищать собственные интересы. Это приводит к махинациям, проблемам, иногда гораздо выгоднее продать определенный товар, отказавшись от уже сложившейся соглашений. Цены на материалы, используемые при производстве упаковки. В данном случае фактор действительно является ключевым, ведь цена на материал сильно влияет на дальнейшее развитие бизнеса. Чем дороже сырье, тем больше денег придется требовать с клиентов в будущем. Создатели платформы выяснили, что есть много сегментов рынка в фасовочной промышленности, которая сегодня кардинально неустойчива. Таким образом создается проспект, в котором все компоненты рынка и цепочки поставок объединяются на одной платформе, что позволяет производителям найти покупателя. Участники цепочки поставок также располагают инструментами взаимодействия друг с другом для эффективного предоставления услуг. Платформа представляет собой открытую архитектуру, которая позволяет сторонним разработчикам создавать децентрализованные приложения, позволяющие их бизнесу достигать определенных целей. Его открытая интерактивная сеть позволяет всем субъектам иметь доступ к информации, отвечающей их потребностям в предложении или спросе. Его компонент Smart Contract гарантирует, что соглашения и обещания выполняются. Покупатели и продавцы публикуют свои потребности, которые своевременно удовлетворяются встречной стороной. На платформе помимо покупателей и продавцов также есть аудиторы и агенты доставки, которые все работают вместе в одной экосистеме, контролируемой Smart Contract, обеспечивая эффективное выполнение обязанностей и предоставление услуг. Также есть проблема дизайна упаковки. Пакеты, которые нельзя открыть на интерактивный дизайн и продукты, которые эмоционально не связаны с потребителями. Вот основные проблемы с дизайном упаковки сегодня. Стоит выделить несколько факторов. Удобные функции, такие как повторно закрывающиеся упаковки и легко открывающиеся и стоячие пакеты. Меньшие размеры пакетов для одноразового использования и использования на ходу. Дополнительные рекламные пакеты и расширение бренда для поддержки. Лояльность клиентов. Более привлекательные и яркие дизайны для улучшения бренда. Развитие массовой роскоши или категории Mastage. Косметики и других потребительских товаров. А на сегодня это все. Спасибо за просмотр. Больше информации о данном проекте будет в следующем видео. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Инвестируйте и зарабатывайте вместе с нами. Удачи!